Друзья, мы с бывшим сотрудником КГБ и внешней разведки Сергеем Жирновым приняли решение сегодня программу в том числе посвятить работы спецслужбы Кремля, ФСБ, Кремля и Путина с Русской Православной Церковью, естественно, и обсудить Гундяеву. Но тут нашелся повод. Этот собор, который организовал Путин, на котором, в принципе, лик Путина соединился с ликом Христа, предлагаю это посмотреть просто сейчас и потом обсудить. В общем, во время Всемирного Русского Народного Собора Путина объявил национальную освободительную войну. Я вас приветствую, Сергей. Как вообще вы оцениваете это видео? Здравствуйте, Даша. Привет всем нашим зрителям. Это, вы знаете, когда распадается государство, когда распадается империя, то обычно пляшут на костях и идут какие-то пляски абсолютно запредельные. Ну, во-первых, для тех людей, которые принадлежат моему поколению и старше, это очень смешная картинка, потому что вот эти циферки 25 римские, они мне напомнили одну вещь, которая произошла в моей жизни в 1976 году. Я тогда учился в школе, я был, значит, председателем Совета Дружины и членом комитета комсомола моей школы и проходил тогда 25-й съезд КПСС. И вот эти же самые цифры, вот эти 25 римские, значит, меня тогда, помню, избрали в качестве делегата, который подписывал рапорт ленинского комсомола 25-му съезду КПСС. Вот. И это вот мне напомнило все это дело. Дальше эта картинка, она абсолютно идиотская, потому что, слава богу, вот, кстати, все эти люди, которые организовывают эту бодягу, они полные идиоты. Посмотрите, значит, Путин больше, чем Иисус Христос, потому что у Иисуса Христа, значит, только его голова, значит, показана, а Путин в полный рост и по центру. То есть получается, что Бог, Отец Бог – это Путин, а Иисус Христос – это, так сказать, сбоку с припёку. А теперь посмотрите, значит, огромный Путин в центре, Бог, Отец. Два Иисуса Христа, значит, по бокам. А посмотрите на патриарха, который абсолютно карликовый патриарх, который стоит в ногах у Путина. Там, где у Путина, на самом деле, если физиологически вы посмотрите, у него должен быть находиться детородный орган. И патриарх выступает его, так сказать, детородным органом. Это вот эту картинку, ну, кто придумал эту картинку? Какой идиот придумал эту картинку? Слава Богу, что они все идиоты. Вот, Господи, прости, слава Богу, что они идиоты. Слава Богу, что вот они так это всё дело представляют. Слава Богу, что они лишены разума. Дальше Путин, значит, приходит на этот собор. Это собор русских нацистов. Это собор православных нацистов, которые борются за фашистов, которые борются за уничтожение всех национальностей, кроме русских в Российской Федерации, и всех религий, кроме православных. И Путин туда приходит и начинает говорить о национально-освободительной борьбе, о том, что, не дай бог, там кто-то развяжет межнациональную какую-то рознь. То есть он русским фашистам говорит, что нам надо быть единым народом, многоциональным, что какой-то западный мир борется с этим многонациональным, многокультурным русским народом, а этим русским нацистам им насрать на все эти культуры, извините меня за выражение. Им главное, что у них была русская культура. Кстати, я вам напомню, что все эти, они тоже шизофреники, они тоже идиоты, потому что они говорят, вот допустим, даже эти русские нацисты и фашисты говорят там о славянском братстве каком-то там трех единых народов, значит, Белоруссии, Украины и России. И я вам напомню, что когда все наши славянские народы крестились, то христианская религия вообще-то к нам пришла, это иностранная религия. Иностранная религия. Я вам напомню, что Иисус Христос вообще-то был евреем. И вообще все происходило в Израиле, вот там, где сейчас Хамас, борется с этим самым израильтянами, с евреями, именно из-за того, что вот там все происходило, вот там были эти, вот Голгофы это там, значит, Библия это там, потом, значит, эти самые, как называется, исламисты и мусульмане тоже там, пророк Мухаммед и так далее. Но не совсем в Иудее, там пониже немножко на территории нынешней Саудской Аравии, а раньше там до Саудской Аравии Османская империя, Турецкая империя владела святыми местами мусульманскими. Но это все там, на Ближнем Востоке. И вся эта религия, как мусульманская, так и христианская, это иностранные религии, которые пришли с Ближнего Востока и со Среднего Востока в Европу, завоевали Европу. И теперь эти самые русские фашисты говорят, а мы боремся против Запада. Против какого Запада вы борете? Вы боретесь против того Запада, который был христианизирован до вас, который придумал все это дело. А до этого все это дело пришло вообще с Ближнего Востока. И вы потеряли веру своих отцов. Кстати, это ко всем относится, ко всем христианским, ко всем православным и ко всем славянам русским, и украинским, и белорусским. Потому что славяне вообще поклонялись там, я не знаю, языческим религиям про отцов. Вот точно так же, как американские индейцы имели свои собственные цивилизации и свои собственные религии, а потом пришли испанские конкистадоры или американские завоеватели, европейские завоеватели, и все это дело уничтожили, завоевали континент. Точно так же вот вся Европа славянская была завоевана иностранцами. И они сейчас борются за одну иностранную религию, против другой иностранной религии. Все это большая, огромная палата номер шесть. Это все дурдом, абсолютная дурка. И либо вы, ребята, соглашаетесь с тем, что вы боретесь за какие-то религии, которые являются более интересными, более гуманитарными, более человечными и так далее против других, либо вы вообще не за чем собираться тогда на всю эту бодягу и говорить о том, что русское православие вообще, оно еще более христианское, чем христианская религия исконная. Потому что вообще-то император Константин в Риме принял христианство и сделал из христианства по-настоящему государственную религию. И с тех пор началась победная шестия христианство по миру. А никакие не русские православные, тем более не москали из Москвы, которые в то время их вообще не было. Когда Украина, русская, Киевская Русь крестилась, в Москве медведи ходили, волки там, людей не было. Там Москва формально считается, что она образована была в 1147 году. В 1147 году – это два века спустя христианизации Киевской Руси. То есть на самом деле эти люди не знают ни истории, ни ничего, ни своей истории, ни всемирной истории, ни истории религий, а Путин тем более. Потому что Путин в последнее время сделал себе обрезание и стал исламистом, стал мусульманином. Он защищает исламистский мир. Для него друзья его главные друзья. Кто его друзья? Хамас, друзья. Асад, значит, Иран шиитский. И там, я не знаю, кто его. Эрдоган, его большой друг, мусульманин. Кадыров, большой друг, мусульманин. Вообще под Кадырова Путин лег. Он все делает, чтобы, не дай бог, Кадыров там не обиделся на московского, значит, князя, который дал ему ярлык на княжине. На самом деле все княжине теперь княжится в Грозном. Все происходит в Грозном. Под Грозный, кстати, легли и Татарстан теперь, и прочие мусульманские республики. И на самом деле Кадыров ведет все. Сын его избил православного русского. Православного русского избили в Тюряге, в СИЗО, в Чечне, мусульмане, значит, сопливый отрок грозненского хана. А русские умылись этого дела и собираются на какой-то там собор и говорят, что не дай бог против русского народа кто-то там пойдет. Вот у вас Кадыров, мусульманин, исламист, исламистский боевик, избивает русского православного, его сын в религии, его этого, значит, сопливого отрока обвешивают наградами. И теперь из него сделали, кстати, еще и к тому же, значит, сделали, дали ему должность наблюдателя над каким-то там батальоном, который входит в вооруженные силы Российской Федерации. И Путин говорит, не дай бог кто-нибудь тронет русский народ. Да вот у вас Кадыров издевается над русским народом, и Кадыров издевается над православием, Кадыров издевается над Кремлем, над Путином, над всем русским народом, а они собираются на съезд на 25-й и поют там какие-то, значит, псалмы, и говорят, значит, все замечательно, и из Путина делают бога отца, и еврейскому богу поклоняются. Дур, дом, все это называется, называется большая-большая дурка. Кащенко, белые столбы и прочие всякие всякие психиатрические лечебницы. Сергей, вы, как бывший сотрудник КГБ и внешней разведки, безусловно, знаете исторически роль Гундяева в КГБ, а затем в ФСБ. Вы можете немножко интересные детали раскрыть нашей аудитории? Уверена, что вы знаете больше. Конечно, но тут не только Гундяев. Гундяев – это конкретный пример, но пример очень символический, потому что он родился, по-моему, в 1946 году, или в 48-м, потому что он на… Нет, в 46-м, он на 6 лет старше Путина. Всего на 6 лет он старше Путина. Да, кстати, выглядит, как будто он там старик 80-летний по сравнению с Путиным, а у них разница всего 6 лет между ними. Гундяев, в отличие от Путина, абсолютно блестящий человек, абсолютно блестящий человек, с блестящим образованием. Он происходит из религиозной семьи, отец его был священником, и он закончил семинарию ленинградскую, по-моему, и в 25 лет, в 25 лет он принял постриг монашеский, то есть он решил делать карьеру, потому что в Русско-Православной Церкви нужно понимать людям, которые не очень хорошо знакомы с этим устройством, что если вы хотите жить нормальной жизнью, семейной, с детьми, вот как Путин сейчас год семьи, там, значит, рожать детей и так далее, то вы должны быть просто приходским священником, то есть заведовать приходом, то есть быть попом, грубо говоря, и тогда вы должны жениться, у вас это обязанность жениться и рожать детей, но вы не сможете сделать никогда карьеру, потому что максимум, что вас ждет, это вы станете благочинным батюшкой, то есть вы будете окормлять несколько приходов, где такие же попы, как и вы. Но если вы хотите стать вот человеком таким, как стал Гундяев, то есть патриархом, или митрополитом, или архиепископом, или епископом, то есть стать генералом православным каким-нибудь и управлять Церковью православной, тогда вы должны быть монахом, вы должны отказаться от светской жизни, отказаться от земной жизни, дать обет безбрачия, и дальше у вас открыта тогда карьера вам в руководство. Гундяев сделал этот выбор очень рано, и в 25 лет он стал архимандритом, то есть он получил самый высокий сан среди монашества. Дальше этот сан позволяет вам быть избранным епископом, архиепископом, митрополитом и патриархом. И это произошло там в 70-е годы, в начале 70-х годов, и естественно тут же его завербовал КГБ, а возможно даже и раньше, и КГБ его послал в Женеву представлять русскую православную церковь, а в Женеве, во Всемирном Совете Церквей. Есть такая организация, такая пацифистская, международная, значит, за мир, за дружбу и за жвачку. Где все священники со всего мира рассказывают, как им там надо править миром. Вот если, кстати, есть какое-то мировое правительство, то это вот одна из подразделений мирового правительства, потому что вот там они собираются и решают, как им поделить землю на приходы между религиями. И, кстати, там они все друг дружку знают и общаются, и никаких проблем у них нет, они друг дружку не стреляют. Это вот не Хамас с Израилем, там все они, значит, просто делят бабло мировое и борьбу за умы восьми миллиардов нынешних человечества. Ну, а тогда, в 70-й год, тогда было сколько там, пять миллиардов, наверное, на земле жило. Вот. И он представил, в 25 лет он уже стал архимандритом, то есть генералом церковным. Вот. И его туда послали представлять русскую православную церковь. То есть, в отличие от... Путин тогда учился еще, был студентом Ленинградского государственного университета. Ему было там еще, он был там на втором курсе или на первом курсе этого Ленинградского университета. Тогда, когда Гундяев уже был генералом, генералом церковной иерархии, когда был агентом Михайловым КГБ, когда его послали представлять уже аж целую русскую православную церковь в Женеве, в Всемирном соборе церквей. И с тех пор у него была гениальная совершенно карьера. Он сделал эту карьеру, потом он вернулся, преподавал сначала там в семинарии и в академии, потом стал, сделался епископом, потом стал митрополитом. И потом Гундяев заведовал в русско-православной церкви внешними связями, то есть он заведовал внешней разведкой русско-православной церкви, то есть специальной службой, которая служила в московскому патриархату, а на самом деле КГБ. Вот такая у него была карьера. И в этом смысле, кстати, когда Путин пришел к власти, а Гундяев стал патриархом, у них постоянное противоречие, потому что Гундяев хочет быть над Путиным. А получается все время наоборот, что Путин все время выше Гундяева. То есть Гундяев хочет быть над Путиным, Сергей. А что это значит де-факто? Это значит очень простую вещь. Это значит вернуться к Средним векам, вернуться к XV веку, к XVI веку, когда в Кремле были патриаршие палаты. Патриаршие палаты, где жил патриарх, и патриарх на самом деле был выше царя. А потом, это, кстати, не нравилось царям, то есть Иван Грозный там воевал со своими патриархами, время от времени кого-то там даже убивал или сажал. Но церковь, например, Ивану Грозному, после того, как Иван Грозный сослал в монастырь свою третью жену и взял себе четвертую жену, ему запретили, например, доступ к царской церкви, которая находится на соборной площади, и поэтому там делали пристройку. Он не имел права присутствовать на службе внутри этого собора, по-моему, Благовещенского собора. И ему сделали пристройку, просто чтобы он слушал, что там происходит, но входить туда не мог, потому что его, ну, его не отлучили от церкви, но ему запретили присутствовать. Вот такая сила была религия над царем даже, то есть царь был ниже патриарха. И в Успенском соборе службу служил патриарх московский в Сея Руси. И с тех пор, кстати, постоянно борьба проходила между светской властью, царской властью и властью церковной. И победу государства над этим делом отпраздновал Петр I, который сделался императором, он прогласил себя императором и подчинил себе Русскую Православную Церковь, вообще убрал патриархов и сделал сенот, который заведовал Русской Православной Церковью. И с тех пор эта борьба идет постоянно, и сейчас мы наследники этой борьбы, когда Путин и патриарх являются на самом деле конкурентами, вот точно так же, как Патрушев и Путин являются в светском обществе конкурентами, так патриарх хочет стать над Путиным. Но видите, даже на этом Русском соборе получается, что символически патриарх маленький-маленький, вот его даже там не видно, там с цифрами вот 25 римскими, там вот просто клобук его виден белый, да, и черное его одеяние. Вот это патриарх, вот там такая маленькая-маленькая фигурка, огромный Путин и огромный Христос, значит, с одной и с другой стороны. На самом деле, конечно, они полные идиоты, вот такую картинку показывать было нельзя. Но все, что я вам рассказал про патриарха, который работал, значит, на КГБ, и который вообще, кстати, представлял спецслужбу внутри РПЦ, за рубежом, тоже работающий на КГБ, все иерархи русской православной церкви были поголовно агентами КГБ, поголовно завербованы комитетом госбезопасности. И это, кстати, создал Сталин, когда возродил патриаршество в 43-м году и тут же сделал совет по делам религии, там уже в 44-м году, и все религии подчинил государству, и все муфтии, все попы русские, и все, я не знаю, все еврейские священники, и вообще все люди, которые связаны с религией, они все подчинены всегда спецслужбам в Советском Союзе были, потому что религия, опиум для народа, религия – это идеологический враг коммунизма. И, соответственно, в коммунистической стране вы не можете терпеть религию, если она не подчинена государству коммунистическому и, соответственно, она не находится под контролем специальных служб Советского Союза. И когда распался Советский Союз, это все унаследовала Российская Федерация, и Российская Федерация точно так же определяет, значит, деятельность всех религий, но у спецслужб Российской Федерации более толерантное отношение к православной религии, в частности, потому что из нее фактически делают государственную религию в нарушении Конституции, кстати, Российской Федерации, потому что я вам напомню, что Российская Федерация по Конституции, той, которая была принята при Ельцине, является светским государством, где религия отделена от государства, находится под государством, значит, и в Российской Федерации не может быть государственной религии. Формально ее не может быть. На деле из православной религии сделали государственную религию, но Путин все делает, чтобы это прекратить. И Путин на самом деле вместе с Кадыровым, вместе с Татарстаном, вместе с прочими мусульманами все ведет к тому, что в Российской Федерации найдется одна большая гражданская война и резня на религиозной основе. И при этом он произносит там какие-то слова, что мы против, значит, вражды, все, кто пытаются разрушить и разрушить нашу страну, они все гады, но почему-то Путин говорит, что это все пытаются люди из-за рубежа. На самом деле он является самым главным русофобом, он занимается уже два года украинскими руками, он уничтожает россиян на украинской территории, он убивает россиян, Путин убивает россиян, потому что Путин развязал эту войну. Да, он использует вашу украинскую армию в качестве орудия убийства россиян, но убивает Путин, потому что это Путин развязал эту войну. Сергей, если я не ошибаюсь, вы говорили, что у Бундиаева есть тайный сын, который может стать его преемником. Это очень интересная история, насколько она соответствует действительности. Ну, мы не стояли у алтаря, но в принципе говорят, что да, конечно, и это, опять же, двурушничество русской православной церкви, потому что большинство, или довольно много иерархов, которые являются монахами по своему статусу, на самом деле имеют семьи. Кто-то, значит, ведет распутный образ жизни с семинаристами и является просто голубыми гомосексуалистами. Кто-то ведет, так сказать, как бы биологически нормальную жизнь условно, то есть заводит просто нормальные семьи, имеет негласных жен, имеет негласных детей. И вот говорят, что у Кирилла, у Владимира Гудяева в миру есть, на самом деле, семья, и его сын принял тоже постриг и является одним из нынешних митрополитов. Каким именем, поскольку мы до конца это не знаем, значит, мы не можем сказать точно совершенно, но один из митрополитов, который является, кстати, претендентом на будущий патриарший престол. И именно поэтому всех его конкурентов Гундяев удалил, то есть он удалил одного из митрополитов в Венгрию, чтобы, значит, он не маячил на глазах другого митрополита, с которым Путин имел дружеские связи, митрополита Тикона, Шепкунова, он удалил в Крым, чтобы, значит, тоже он не маячил на глазах и не претендовал на патриарший престол. То есть на самом деле, и плюс патриарх, мы понимаем, что он является на самом деле олигархом, миллиардером, они все владеют огромными, у Русско-Православной Церкви традиционно большие землевладения, потому что ей принадлежат церкви, ну, хотя церковь, по идее, она была принадлежать вообще-то государству. Вот, и то есть Русско-Православная Церковь просто там совершает свои службы, но не является собственником этих земель и этих зданий. После падения Советского Союза начался процесс передачи им обратно церквей и, соответственно, земель, и они являются землевладельцами, значит, большими риэлторами, и плюс они вытаргивали себе возможности беспошленно заниматься внешнеэкономическими связями, в частности, импортом, табака, там, я не знаю, каких-то изделий, спиртных изделий, и поэтому, значит, вот этого самого гундяя, митрополита Кирилла называли табачным митрополитом и водочным митрополитом. Вот, он очень любит, кстати, такую красивую жизнь, он себя обвешивал золотом, бриллиантами, кстати, это все против Христа, потому что Христос изгонял, менял из храма, потому что раньше в иудейских храмах сидели торгаши и там торговали всякими делами, и Христос, когда пришел в Иудею, он начал с того, что он начал изгонять всех торгашей из храмов и говорит, что деньги вообще, вот это мамонна, это дьявол, и поэтому, кстати, вот это регулярно повторяется, не стал Долковский, говорит, что вообще путинский режим и, в частности, русско-православная церковь, это на самом деле сатанисты, это люди, которые служат сатане, служат мамоне, служат, значит, деньгам, что противоречит на самом деле канонам христианским, настоящим подлинным канонам библейским, христианским. Да, друзья, мы с вами только что вот с Сергеем Жирновым обсудили важную тему, да, связи РПЦ и ФСБ, роль Гундяева, его действительно состояние, деньги, отношения с Путиным, такие зависут тайны нам Сергей Жирнов раскрыл, но я бы хотела, чтобы мы еще на финал нашей программы вспомнили о работе ФСБ и российских спецслужб, уже появилась информация о том, что супругу начальника ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, медиа уже сказали, что это третье резонансное отравление в Украине, против Украины, они почему-то вот сделали три акцента, супруга генерала Буданова, отравление нынешнего министра обороны Украины, Рустаму Мерова, который был тогда на переговорах в Турции, его отравили и отравили также олигарха Абрамовича, приближенного к Путину, ну и третье это отравление Марианны. Я бы хотела, чтобы вы сейчас, Сергей, посмотрели небольшую мизансцену, покушение раскрыто, оказывается, Буданов отравил свою жену, потому что у него отношения с замначальником не шесть. Так говорит российская пропаганда. Друзья, снова по Фрейду, у них топ-тема это ЛГБТ. Вроде казалось бы, при чем тут отравление, но они все равно, значит, гей-тему как-то привязали. Смотрим, друзья, Russian Propagandation. Вот не могу побойти просто стороной этого человека. Только что стало известно, отравили ртутью. Ну, то есть, Марьяна разбила градусник. Ну, может, тогда вопрос, вопрос, потому что вместе с Марьяной отравились несколько офицеров внешне... Якобы, да? Якобы. Кому там нужно... Чем Марьяна тогда занималась с офицерами, подчиненными своего мужа? Ну, может быть, температуру друг другу меряли, может быть, ректально, там, это уже как бы их дела. Но я хочу, знаете, какую версию выдвинуть? А может быть, это вот муж к этому причастен? Ну, просто где-то примерно вот тут ЛГБТ часто показывают, эти тоже, кстати, отмечаются. Есть такой Ричард Мур, начальник МИ-6. У него есть заместитель, вот, честно, я запамятую его фамилию, а найти в интернете это как бы мудреное дело. Так вот, была публикация о том, что у этого заместителя, начальника МИ-6, отношение с Будановым. Ну, может быть, как бы, знаете, это же, ну, это же может быть, в конце концов. У них же там своя романтика, блин. Ну, вот реально, это же вот, вот мы смотрим этих вот двух, мы показывали персонажей, разрисованных, он еще рассказывает, что у него сын будет, показывают книжки ЛГБТшные. А они реально на полном серьезе эти книжки продают в Украине. И более того, даже учебники по ЛГБТ уже появляются в украинских школах. Провели расследование Буданов-гомосексуалист. Нет, так было, не, ну, может быть, он не гомосексуалист, может быть, как бы у него пока что биполярное расстройство присутствует, но... Дальше не будет все понятно, Сергей, ну, знаете, низкий жанр, уровень вообще дискуссии, я не знаю, запредельно низкий, это все мерзко, но вот это все происходит просто сейчас на российской пропаганде. Вот они на полном серьезе с такими формулировками это обсуждают. Самое смешное то, что они занимаются пропагандой ЛГБТ, потому что, когда они об этом рассказывают, люди, которые ничего до этого не знали про ЛГБТ, начинают узнавать, а что такое ЛГБТ? И, значит, дети начинают у родителей спрашивать, а вот по телевизору пророссийскому сказали, что какие-то там дяденьки между собой что-то делают, а расскажите мне, что это такое. То есть они занимаются пропагандой ЛГБТ. И это самая парадоксальная вещь, самая смешная. Я же вам говорю, они идиоты. Они идиоты. Я уж не говорю о том, что достаточно просто им же самим прочитать книжки Путина, и они поймут, кого они, кстати, там у себя держат. Вот Путин, который целует пупки мальчикам на улицах, это у них все нормально. А вот там Буданов, значит, у которого жена, причем красивая пара, кстати, Буданов, такая же пара, кстати, как и пара Зеленских. Они очень просто красивые, и жена, и муж, и очень соответствуют друг другу, очень классные, очень молодые. Вот у Путина нет никого на самом деле. Год семьи, они забыли уже, что жду год семьи, которую проповедует Бабыль, Путин, у которого есть две любовницы, формально существующие, значит, Кабаева и Кривошей, Кривоногих, как-то, как ее там называли, не помню уж, с детьми, и от той, и от другой, да, которые на самом деле дети просто биологические, чтобы у Путина, Путину продлевать жизнь, он, я, вполне возможно, из них просто высасывает стволовые клетки и регулярно себе делает инъекции для того, чтобы оставаться молодым. Вот, и плюс Русско-Православная Церковь, я вам напомню, опять же, все руководство Русско-Православной Церкви, это монахи, которые сделали обряд безбрачия, безбрачия, то есть отсутствие семьи, отказались от семьи, и руководят Русско-Православной Церковью, и говорят, вы должны создавать семью, а мы ее не имеем, и те, кто не имеет этой семьи, и, соответственно, спят с мальчиками из семинарии, они вам рассказывают, что вы должны создавать семью и жить, значит, по-божески, а на самом деле сами они не живут по-божески, им запрещено иметь семью. По разам палата номер шесть, палата номер шесть, дурдом. Да, это точно, не знаю, как мы с Сергеем Журновым все это выдерживаем, дважды в неделю обсуждаем эту русскую пропаганду в том числе, но мы боремся информационно с русской пропагандой, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вообще вы думаете об этих действиях, подпишитесь на мой YouTube-канал, Даша Счастливая, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Журнова, а если вы, друзья, смотрите нас традиционно, с телеканала прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Мы обсуждаем все актуальные события, разбираем ФСБ, СВР, Минобороны, ГРУ. Всегда у Сергея Журнова мощнейшие инсайды, и вот сегодня мы обсуждали РПЦ, Гундяева, патриарха ликероводочного, как вы сказали, табачного, олигарха Кирилла. Обсудили это все подробно. Бывший сотрудник АГБ внешней разведки, Сергей Журнов, благодарю вас, и до встречи уже в следующий вторник традиционно. Спасибо.